Привет, зритель! Сейчас будет мой уход на январь, от 2 января 2020 года написанный. Я честно хотела в декабре его записать, я честно постараюсь на февраль записать в январе, но вот так вот вышло, потому что вот, ну, как бы Новый год, то всё. Так как у меня половина где-то, если не большая часть средств с прошлого ухода, с прошлого месяца, то я не буду их каждый так оду им подписывать, подзвучать, я скорее всего просто, может быть, даже бегло пройдусь по средствам, ну, какие-то вот, которые конкретно новые, я, может быть, оду всё-таки вознесу. В общем, у меня случилось так, что пены для ванн нема, но была я тут в одном магазине и увидела волшебная пена! И только потом увидела, что написано шампунь для всех типов волос, горная липа. В общем, вы не смотрите, что она тут не полная, я просто отлила во флакончик из-под геля для душа от Ифраше, чтобы вот этот вот килограммовый большой бутылк не стоял у меня там над душой, ну, в смысле, неудобно же, да? Хотя тут удобный такой колпачок, и я так поняла, что этот шампунь, я им один раз мыла волосы, тест-то ради. Он, хоть и кажется якобы таким дешёвым и жидким, не поверьте, 50 рублей вообще стоил, он дофига концентрированный. Но я решила, что он мне подойдёт, как пена для ванн. В общем, я его буду отливать во флакончики поменьше и уделывать, как пену для ванн. Вот это у меня пена для ванн. Волшебная пена, шампунь для всех типов волос, горная липа. В5, витамин. Так, я хотела осуществить так, чтобы это всё было видно, но тут не только уходовая косметика, тут у меня и сундучок со всяким златым, серебром, зеркало, книжки японские и прочее такое. Вот этот я сегодня пробовала. Битекс, это, ну, как бы январь. Я просто решила сменить гель для душа, как бы не доделывать тот, который у меня большой, его ещё можно доделать, допустим, в феврале. А так как вроде Новый год и хочется чего-то такого, и я даже лосьон в этот раз для тела тоже поменяла, и они в паре будут идти по ароматам. Это у нас Битекс, лимитная коллекция, лимитированная, пардон, коллекция. Время чудес, пусть счастье согревает в Новом году гель для душа, банановый маффин. Это подарок от подписчицы Лёли, очень классный. Я сегодня, когда в душе его открывала, ещё так немножко лопухнулась, думаю, блин, неужели это не гель для душа, а я перепутала и какой-нибудь телосилон на тело. Кремовый хороший гель для душа, и, по-моему, он даже, ну, не то чтобы там концентрированный, но можно чуть меньше на губку лить, чем я полила, как бы обычно поливаешь такой. Хороший, пену даёт вообще хорошую, ну, в общем, классный гель для душа. Я думаю, воду я ему всё-таки буду взносить потом в пустых баночках. В общем, вот, у меня будет гель для душа. Тут у нас 250 мл, 12 месяцев после вскрытия. Я думаю, что мне его на месяц хватит, ну, а если не хватит, уже потом узнаю. Из пенок я решила оставить в этот раз только одну, потому что у неё срок годности до августа 2020 года, и она очень экономичная. Это у нас корейская пенка Мидзон или Мизон, и мне её дарил зритель, не знаю, бывший, нет. Короче, мужчина мне её дарил, Влад. Привет, Влад, если вдруг ты это будешь смотреть. Хорошая пенка, очень экономичная. И, кстати, она хорошо смывает бальзамы, блески, цветные помады для губ. Вот, я её использую не только как умывание, но иногда приходишь домой, и какая-нибудь помада очень ярко о себе даёт знать, ну, просто ощущаешь её на губах, не каждую помаду на губах ощущаешь. И я её смываю. Вот хорошая пенка, очень экономичная, и в этот месяц я решила пользоваться только ей. А Эйвен пока будет в запасах. Потому что, в принципе, если я буду пользоваться ещё какой-то пенкой, то до августа я не смогу её успеть доделать. У меня остаётся Мирола, какао, масло, косметическая упругость и тоность. Я его сегодня наружная. Пару раз применяла. Я им или вот здесь вот мажу иногда вечером, или использую как на ногтях. Ну, вот сегодня я его использовала как крем для рук, потому что вот у меня кожа на руках стала снова не такая суперсухая, как, допустим, год назад была, или два года назад, но тоже не очень. Допустим, каждый крем с ней справится, с этой суперсухой кожей. Хорошее аптечное масло. Ну, покупала в аптеке. Не смотрите, что Мирола. На Миролу просто многие почему-то жалуются, но очень хорошее качество. Так, у меня тут отлетела наклейка с ценой. 266 рублей, розовое масло эфирное, 10 мл, натуральное масло. Я сейчас добавляю это масло, пару капель в свои воды, которые я делаю, чтобы мыть голову. Это отдельный ролик, где-то там есть вроде, как я мою голову. Если интересно, гляньте, поищите на канале, или я постараюсь там, может, ссылку как-то сделать. Пару капель в воду добавляю, и потом волосы тоже вот так приятно пахнут розой. Ну, и как бы я делаю ещё всякие там отвары для волос, но чаще в последнее время просто кипячу воду, масло эфирное, и этим счастьем мою волосы. У меня в этот раз он будет дома. В сумочке другой вариант. Это у нас алоэ вера. Это тоже подарок от подписчицы Лёли из какой-то её посылки. Это тайский бальзам для губ. Он бесцветный, хоть и зелёный. Тут немножко я кисточечкой просто от палетки и губных помад и фраше в своё время мазала. Ну, хороший бальзам. Долго играющий. До марта месяца я очень надеюсь, что он у меня всё-таки закончится до этого своего срока годности. У меня очередной флакончик. Гринмама, матирующий тоник. Я его начала ещё в декабре, потому что тот закончился. Такой же точно. Матирующий тоник для лица от расширенных пор и чёрных точек. 125-й раз говорю, что у меня расширенных пор и чёрных точек. Чёрных точек вообще никогда не было. Поры не настолько расширенные. Но он мне по консистенции, вообще по качеству очень нравится. У меня кожа смешанного типа. Сухая, нормальная. Иногда сухая, жирная. Но крайне редко. Чаще сухая, нормальная. Это серия «Морской сад». 100 мл. Очень классный тоник. Я вам такой советую. Ну и я его с удовольствием пользую. У меня ещё в запасах один флакон остался. Не поверите, он ещё не закончился. Ну, может быть, я ещё сегодня так мыла им голову. Думаю, блин, вдруг он у меня закончится раньше месяца. Чем январь закончится, не хватит на январь. Но я думаю, что его очень даже хватит. Он очень концентрирован, очень хороший шампунь. Это тоже подарок от Лёли из Тюмени. Жалко, что и Фраше его сняли. Именно такой вариант. Это вот второй шампунь такой. Для меня один раз я покупала, один раз подарили. Это мицеллярный шампунь, очищающий с экстрактом семян маринги для всяких типов волос. Глубокое очищение волос и кожи головы. И он хоть и сделан в России под присмотром с Францией, но он очень качественно сделан. Тут его вообще буквально, я не знаю, 1,6 часть осталась. Всего тут 300 мл флакон. В общем, я его буду допользовать в этом месяце. Этот крем для рук у меня лежит в сумочке. Это Green Mama. Сок лимона и протеины шелка 50 мл. Сумочки я редко им пользуюсь, потому что именно с той сумочкой редко выхожу. Если гуляю, куда-то хожу, то чаще ту беру, где, ну, просто как бы нету никаких кремов. Но иногда вот в автобусе или маршрутке едешь и очень надо. Помадать очень хороший крем на самом деле. У меня еще не закончился. И вот еще один гель, вот полтора геля, скажем так. Я его тоже переношу с декабря на январь. Это Green Mama. Формула Тайгей. Гель для душа тонизирующий. Апельсинный имбирь. 50 мл флакончик. Но он тоже как бы такой, не сказать, что суперконцентрированный. Но он густой, хороший, экономичный. Я иногда им по утрам пользуюсь. И он действительно бодрит. Тоже советую, в принципе, к приобретению, к применению. У него на самом деле еще в феврале прошлого года закончился срок годности. Но Green Mama, она такая интересная фирма. У них с запасом идет срок этой годности. И если правильно, нормально хранить, то никаких там изменений в ни ту сторону не бывает. Это у нас Green Mama формула Тайги. Молочко для снятия макияжа. Масло зародышей пшеницы и ромашка. 300 мл. У меня тут его еще, ну, где-то половина. Я даже чуть больше половины. Я думаю, его еще на прилично хватит. Так что еще и в других обзорах моего ухода. Оно будет частым гостем в роликах. Удобный дозатор. Удобный. Применять хорошо. В общем, смывает макияж. Ну, правда, у меня из макияжа только бальзамы, лосьоны, в смысле, пардон, бальзамы для губ, помады или что-то в этом роде блески. Я крошу губы, ничего другое больше не крошу. Но я иногда пользуюсь как просто увлажнить личико. Это самопальный дезик восковой. Если интересно, я таким занимаюсь. Ссылка в каждом видео в инфобоксе. И там можно такой себе заказать. Можно посмотреть, как его сделать и самим сделать. Это восковый, восковой. Из пшелиного воска и кокосового масла. По большей части основа дезодорант. Я его утром применяю. Ну, короче, после душа каждого. После каждого приема душа. Я решила, что это мыло очень хочет, чтобы я его в январе использовала. Как мне подписчица, которая, кстати, тоже Лёлька, ее подарок. Вот, в последней посылке перед Новым годом как раз подарила. Сказала, что это уже снятость. Вейвен. Это Вейвен Планета Спа. Безмятежность Прованса с экстрактами французской лаванды и жасмина. Мыло 75 грамм. И я решила, что... Думала сначала пару кусков, потому что мне обычно... Ну, не всегда хватает такого кусочка мыла на месяц. Ну, когда как. Смотря какое мыло. В общем, вот оно у нас тут как-то с травами такое. Похожее на скрабирующий возможный эффект. Я буду с удовольствием пользоваться с сегодняшнего дня. Как-то могла бы и раньше открыть. Ну, я решила, что уж, раз у меня не получилось раньше делать обзор, то сейчас это будет. В общем, мыло как мыло. В том плане, что я решила всё-таки одним кусочком отделаться. Если вот... Я посмотрю, как у меня будет там 2-3 месяца вот этих уходовых обзоров. Если у меня всё-таки за месяц будут уходить полтора-два куска мыла, то в следующем, на февраль, допустим, сделаю уже в обзоре ухода. Сразу 2 мыла каких-нибудь выберу. У меня будет зубная паста в этот раз вот такая. Я решила, что корейскую пока можно отложить в сторону. Это у нас Фаберлик Нуки 97% Натурал. Зубная паста. Ночная черника. Это тоже подарок от Лёльки. Из её последней посылки. Это то, что я, в принципе, частично сама хотела. Не именно вот там конкретно, что я её пробовала. Именно хотела попробовать. Хорошая паста. Я её утром пользовалась и не только вечером. И как бы по вкусу она напоминает детскую зубную пасту фруктовую. Я не знаю, в чём прикол именно, что её только вечером надо пользоваться. Ну, утром она, в принципе, тоже нормально подходит. Я решила, что не перегружать свою полочку в ванну. И вот у меня пока только одна зубная паста. Именно эта от Фаберлик. Пока не закончится. А корейскую оставить на потом. Так. У меня он ещё не закончился. Потому что, в принципе, я его редко пользую. И я его последний раз пользовала исключительно вот с той пеной, которая на самом деле шампунь. Хороший. Бальзам. Отличный вообще Green Mama. Бальзам-кондиционер. Регенерация от выпадения волос. Морскими водорослами. Я тут одно время очень сильно леняла. Очень долгое время леняла. Я, правда, сейчас слегка изменила свой рацион питания. И линять стала поменьше. Морской сад. Он тоже очень экономичный. Вообще советую такие. И косметику саму, и именно этот бальзам. И даже его не обязательно использовать вместе в паре с шампунем. Таким же можно с любым другим шампунем. Болосы хорошо расчесываются. Хорошо себя чувствуют. Блестят. И вообще классно. Ну, я думаю, что он у меня всё-таки может в январе закончиться. Но иногда я его совмещала и вот с этим шампунем. Просто так вот уже захотелось. Хотя шампунь, он сам по себе как бы полноценный. Ему не надо никаких бальзамов. У меня остаётся всё тот же детский крем. Он будет вечным. Ну, это, конечно, не совсем так, когда не закончится. Тут 170 миллилитров изначальных. Детский крем с чередой от Гринмама. Отличный крем. Я его использую иногда, когда... Вот чисто после душа иногда как лосьон за тело. Хотя у меня есть отдельный лосьон за тело. Иногда как крем для рук. Иногда как крем для лица чисто утром. Вот иногда мне перед записью ролика или выходом на улицу кажется, что у меня какие-то кусочки кожи слегка сухие. Я наношу его, и всё ништяк. Он убирает покраснение. Вообще очень классный крем. Вот он у меня остаётся. Хоть я по меркам человеков уже давно не детёныш. Но почему бы и нет. У меня остаётся этот же бальзам. Удивительно, как я его использую в этот раз. Никогда у меня бальзамы такой формы не были. Но как-то вот так получилось. А ты, фраше, прошлогодняя лимитка новогодняя. Это красное яблоко. Я его таскаю в последнее время в сумочке. Или перед выходом на улицу наношу именно его. А зелёненьким тайским иногда просто вот перед роликом или кажется, что губы сухие, хочется увлажнить. И то вот тот наношу. Но вот этот у меня будут в сумочке валяться. Просто он даже как-то удобнее. Пальчиком там как-то не всегда гигиенично провести. А на улице так вот открыл. Намазюкал без всякого зеркала. И всё ништяк. У меня продолжает быть универсальным увлажняющим средством, питающим и всё такое. Алоэ вера 99%. Фудоголик – это подарок от подписчицы Ани. Ну, по моему выбору, скажем так, не именно этой фирмы я хотела. Просто хотела алоэ вера. Отличная алоэ вера. Универсальная. И от покраснений, и при шелушении. Сегодня я его наносила где-то часа за два до снятия ролика. Потому что вот здесь у меня слегка шелушится. И если что-то чешется после душа, почему-то у меня кусок ноги чесался, я его нанесла. Быстро впитывается. Отличная алоэ вера. Всё равно, что если бы вы состригли листик с алоэ вера, вы доверили сока, было бы то же самое. У меня всё ещё есть этот крем. Хотя раньше консистенция у него была более густая, чем сейчас, более жидкая. Но мне этих 100 мл всё-таки пока ещё хватило. И на декабрь, и хватит, наверное, я думаю, на январь. Но не хватит, там посмотрим. У меня там ещё есть этот. Буду использовать тот, который таскается в сумочке, если что. Green Mama. Крем для сухой кожи рук. Календула и масло смородины. 100 мл. Отличный крем. Так, у меня тоже вот немножко, мне кажется, консистенция у него изменилась. Вообще у многих продуктов Green Mama в тюбиках у большинства изменилась слегка консистенция. Не знаю, с чем связано, но эффекты от них остались прежние. Это у нас Green Mama крем для ног, шалфей и льняное масло. Тут 100 мл. И вот за декабрь у меня приличное количество ушло. Но я его не списываю со счетов, потому что, как я заметила, все эти тюбички маленькие, такие мягонькие. Только думаю, что там осталось на пару раз. И эти пару раз растягиваются на 2-3 недели применения. В общем, отличный крем. В основном я им пользовалась весь декабрь. Хотя у меня есть ещё и крем ночной. Но я обычно им пользуюсь после принятия ванны. В ванной я что-то как-то редко у меня идут, чаще идёт душ. А после душа я как-то стабильно про него забываю. Это у нас подарок от подписчицы Лёльки. С летней её посылки. Avon Care Foodworks. Может, да, наверное, просто Avon Foodworks без Кэа. Увлажняющий ночной крем для ног с экстрактом лаванды. 150 мл. Но мне кажется, что в принципе он универсальный. Потому что бывают крема с лавандой от того же Эфраше. И там не написано, что утром или вечером пользоваться. Хороший крем, очень экономичный. И хоть и написано, что очень надо много на ноги наносить, чтобы впиталось. Но мне кажется, что через чём много это лишнее, потому что всё равно не настолько оно впитается. Очень экономичный, как я уже, наверное, говорила. И вот у меня всего лишь тока использовалось. И я думаю, что если у меня, допустим, закончатся все крема для ног, то он у меня будет так же, как зубная паста от Faberlic универсальным. И на утро, и на вечер. И тогда, когда приспичило ноги попарить, чтобы копыться на пальчиках, обстричь ноготочки, и можно этим кремом помазаться. В общем, вот, 150 мл будет долго ещё появляться в всех этих обзорах. Что-то в этот раз в декабре он у меня практически, я им не пользовалась, стабильно забывала. Это у нас тоже Green Mama. Это ночной крем для лица, чистая кожа, пион и чага. Содержит чистое масло, кориде, 100 мл. Отличный крем. Раньше был очень жиденький. И тоненько пах розой. Он, в принципе, розой и пеной. До сих пор приятно пахнет, но он стал немножко густой. Более плотная консистенция. И раньше я его использовала и в течение дня, не только как вечером, как вечерний. Но теперь вот исключительно как вечерний. Но стабильно забываем пользоваться. Хотя иногда вот тут наношу. Классный крем. И на год его точно хватит, этих 100 мл. То пользуюсь, то нет. Оно будет вечное. Я не знаю, до какого у него там срок годности. Мне казалось, до 20 августа или что-то такое. Тут уже всё дофиг стёрлось. А может быть, оно, конечно, уже просроченное. Но у него аромат не изменился. И эффект после применения тоже. Я то наношу на волосы, на расчёску, на щётку. То забываю и вспоминаю уже, когда волосы высохли. Очень классное масло ДАВ с маслом Макадамии. От подписчицы Алены. У неё блог про путешествия, там ещё про что-то. В общем, 100 мл долго будут жить. Так, это имени меня. 6.09.19 года сделала. Пино с отваром и 20 мл водки лосьон. 0,40. Я его уже обозревала в прошлом ролике. Я его использую как просто или тоник для лица, или лосьон для лица. Иногда в течение дня, иногда вместо тоника, который от Гринмамы. Иногда просто вечером. Ничего сказать вам не могу, потому что я лосома, чтобы похвалить. Сам себя не похвалишь. Никто не похвалит. Я думаю, при желании это можно сделать каждому. Если у вас, допустим, в саду или в огороде растёт лапинос, то у меня такое счастье, второй год растёт. Может быть, даже в третий год будет расти. Случайно совершенно выросла из пня яблонева. И флакончик просто вот отсолит лаван, которую когда-то дарила лёлька из тюмеи. Просто надо было куда-то залить. И он, я думаю, тоже будет в ходовых баночках ещё много-много раз. Ну и последняя вещь, это то, что я вот лосьон тоже заменила. И тот был подарок от лёльки, и этот подарок от лёльки. Это Эван Кэ, тонус с ароматом банана. Лосьон для тела, для всех типов кожи. Я его немножко уже пользовала. Тут 400 мл. И я подумала, что они оба как бы с ароматом банана и будут друг друга совмещаться, так вот сочетаться друг с другом, будут друг друга дополнять. Потому что тот лосьон, он как бы ароматизированный. Я так поняла, что от какого-то, какой-то вариант какого-то, парфюм Ари Флейм. И он, ну, иногда перебивает запах и гель, и всего остального. И я решила, что пусть в январе будут бананы. В общем, вот такой у меня обзор уходовой косметики. Если я опять какие-нибудь лажи совершила, ну, уж гаммэн на сайс, в смысле, простите, пожалуйста. Потому что для меня это пока ещё до сих пор новая тематика на канале. Хоть и плейлист теперь будет отдельным. Ну, я буду стараться. Всем спасибо за просмотр всех наступившим к 2020 годам. И всем пока.